здравствуйте дорогие подписчики и гости канала с вами all master и сегодня на ремонт не принесли вот такую игрушку динозавр зелененький который как говорят не работает у него находится внизу на его ногах колесики которыми он собственно и управлять как я понимаю давайте включим и посмотрим включаем глаза загорелись у нас немножко голубым светом наезжает на препятствие устанавливается так пульт у нас также батарейками снабжен проверяем а вот собственно основная проблема я понимаю одна лапа у него вот этот правая нога его не крутится если вам видно а левый как я понимаю вращается учитывая что звук мотора у нас есть скорее всего вышла из строя одна из шестеренок давайте будем разбирать и посмотрим что с ним для того чтобы разобрать данную игрушку нам потребуется крестовая отверточка достаточно тонкая и длинная чтобы достать до винтов и собственно учитывая что нам необходимо добраться только до его ног мы будем раскручивать скорее всего сначала корпус вы извлечем батарейки и попробуем снять ноги поехали будем аккуратненько располовинивать собственно ничего тут сложного не оказалось дракончик располовинился посмотрим что он из себя представляет попробую расположить его поудобнее немножечко у нас в каждой лапе находится мотор в этой половинке находится также динамик вот попробую удалить но по моему он отсюда до удаляется его кстати можно будет потом собранный корпус ставить немножко тут запачкалась в этой ноге также располагается динамик и чтобы нам собственно посмотреть в чем же неисправность можно с плата отключить ногу надеюсь она подписана как-то нет к сожалению просто в 9 обозначение на разъеме давайте я попробую кстати еще вот так вот сделать намного удобнее становится голову мы сама не отключаем покажу вам окислы на платье почистим их и попробуем привести динозавра тем самым в рабочее состояние по его электронной части более-менее штатный вид здесь также небольшие окислы имеются которые надо будет удалить что же приступим к работе и так неисправно у нас как мы помним правая нога поэтому мы для начала отсоединим ее от платы запомним что у нас правая нога контакт помечен и 8 и пока отсоединяем мы только ее убираем все остальные детали и перейдем к хирургическому вмешательству на этой ноге итак вот это сюрприз surprise mother fucker а здесь у нас овечье шерсть волосы и все дела как обычно игрушка ползает по пол собирает в себя всю пыль необходимо производить очистку ее шестерней механизмов как минимум сейчас мы уберем все лишнее пока шестерня разбирать сильно не будем воспользуемся зубной щеткой чтобы нам хотя бы собрать и убрать лишний накопившийся пух при этом пока очищаем внимательно осматриваем шестеренки на предмет их дефектов потому что если лапка не двигается значит у нас где-то должна быть дефектная шестерня пока мы ее не видим но мы ее сможем обнаружить я думаю весь наш волос для достаточно крепко но шестеренки сами все в шерсти очистили все направляющие все валы почистили шестеренки теперь можно пробовать собирать все это обратно вращается вращается мы видим здесь даже у нас немножко задевает корпус ну вроде как надеюсь это ничего страшного в этом нет так теперь смотрим у нас осталось еще вот эта шестеренка свободном полете так сказать здесь с ней зона вроде бы как крепится но что-то не уверена давайте мы разберем данную конструкцию еще раз оценим как она должна быть то ощущение что она как будто бы не из этого отверстия поскольку к ней я не вижу чтобы что-то прикреплялось а к ней скорее всего подходит у нас вал нашего моторчика вращает ее и дальше по этим шестеренкам а вот этим шестеренкам передается само вращение вот единственная проблема если она вся такая разболтанная у нас вращение скорее всего и не передается что же давайте до соберем вот эта шестерня мне кажется должна быть где-то в районе этой позиции чтобы у нас вращалась вот эта лапка вот эта лапка вот так она не достает вот так она достает вот так она достает прям идеально здесь если мы ее прицепим она тоже пока не достает сейчас разберемся как собирать и будем проверять у нас все в сборе смотрим у нас действительно вал двигателя упирается куда нужно но вот эта шестеренка должна располагаться под этой сейчас мы ее переставим переставляем сюда смотрим взаимодействует эти взаимодействует между собой пробуем собирать и внимательно смотрим куда у нас маленькая шестеренка должна установиться ее вал вам скорее всего не видно будет но здесь вот так вот заметно что он уходит в свое отверстие пружинка у нас стало криво все поправляем выравниваем собственно для проверки нам потребуется закрепить один из винтов который здесь с пружиной находится чтобы не расцеплялась нога сильно не затягиваем и закрыть отсек моторчика поскольку обслуживать нам его не потребуется он работает исправно его мы также закрываем чтобы его вал находился в своем рабочем положении так все собрано но опять же обратим внимание на то что у нас одна из шестеренок вот эта оказалась в свободном положении на другой ноге у нас обе шестеренки оба колесика крутится жестко вот это у нас соединено а левое нет разбираем пружинку я наверное удалю чтобы нам с ней не мучиться потом поставим ее на место посмотрим посмотрим что у нас получается получается у нас следующее здесь все держатся а вот эта шестеренка как будто не на своем месте не похоже чтобы разбирали игрушку но ощущение такое что с ней занимались что-то пытались сделать для проверки мы можем мелко шестереночку достать установить ее сюда и как мы видим она соприкасается у нас с двигателем то есть установлена она корректно почему здесь у нас в этом месте такое большое отверстие немного непонятно ну сейчас попробуем восстановить начало все вот а что ну собран весь механизм как мы видим он вращается все установлено нормально нам необходимо установить только второе колесо этой ноги как мы видим теперь у нас все детали соединены мы можем собрать данную ногу достаточно просто зашло но вращается свободно сейчас мы посмотрим будет ли у нас функционировать данная нога подсобираем нашу игрушку включаем аккумулятор и проверяем крутится но с треском при этом можно спокойно остановить рукой и так поскольку у нас с треском крутится точнее прокручивает включаем моторчик основной платы аккуратно разбираем разбираем и на эту сторону но все шестеренки остались в нормальном состоянии и будем смотреть как мы видим у нас вращаются все шестеренки кроме вот этой если мы стопорим здесь значит виновата во всем остается только вот эта шестеренка а у нее можно увеличить немного видно вот эти зубцы которым прикасаются часть шестеренки вот эти зубцы оказались крепче и и зубцов то есть нам необходимо будет подобрать на алиэкспресс такую вот шестеренку чтобы восстановить именно сам механизм здесь у нас тоже немножечко шерсти кстати не дочистили возможно залезет глубже конечно шестеренка но это не может считаться ремонтом поскольку если заметно на белом фоне попробую показать у нас где-то зубцы больше где-то меньше слижены то есть выработка местами большая местами маленькая значит какой-то определенный момент она встанет просто опять перестанет крутиться и ездить вот таким образом что нам необходимо сделать последующим сейчас это заказать найти подобную шестеренку китае или где-нибудь может быть в магазине запчастей к магнитолам раньше были такие шестеренки не знаю поищу попробую и почистить печатную плату от окислов и вот прошел месяц с китая пришли шестереночки необходимый нам взамен неисправной слизаной шестеренки и сейчас мы будем заменять такие вот шестереночки пришли белые в принципе отличаются только цветом ну и самим материалом может быть но по ощущениям материал примерно такой же должен быть качественный единственное отличие то что они достаточно туго надеваются на втулку но это в принципе не страшно почему потому что в . сама вращается также пластиковых пазах самой ножки надеюсь к сильному износу это не приведет потому что изнашиваться будет уже деталь самой ноги вставляем на шестеренку проверяем чтобы она соприкасалась со всеми остальными шестернями происходит вращение еще чуть-чуть подвинем и все есть некоторый зазор чтобы сама шестеренка не терлась а корпус вращение достаточно легкой на самом деле как видите штифт движется легко то есть сильного износа быть не должно и приступим к сборке и и и и как мы видим нога у нас движется пружинки работают обе что подсоберем динозавра нашего и проверим вращаясь у него колеса берем наши оставшиеся детали саморезы выкручиваем которые я закрутил чтобы не потерять их а 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 не забываем зацепить на ножку коготь поскольку более человек все работает и хвост как мы при разборе уже выяснили он должен вставляться просто корпус на защелках два на этом динозавр у нас собран можно приступать его проверки итак проверять динозавра буду на полу поскольку у него достаточно активные такие телодвижения происходят как видите ремонт у нас увенчался полным успехом осталось научиться управлять динозавром но это уже буду делать не я а его владелец ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока